Друзья, всем привет! В этом видео показываю вам гостиницу Папилон Бельвиль 5 звезд, которая находится в регионе Белек. Погнали! Итак, друзья, в этом видео я постараюсь максимально объективно и коротко показать вам всю необходимую информацию, детали и нюансы по данному отелю. Для того, чтобы вам было понятно, кому этот отель подходит и кому этот отель категорически не подходит. Поэтому подписывайтесь на мой канал и погнали! Да, обязательно досмотрите видео до конца, потому что там подписчиков моего канала ждет подарок. Значит, разбираем сразу расположение отеля. Как я уже и говорил, отель находится в Белеке. Это означает, что трансфер будет непродолжительный, то есть групповой, который идет в пакетном туре. Тем не менее, если вы хотите максимально быстро добраться в отель, то тогда вам стоит заказать сразу при бронировании тура экспресс-трансфер, либо индивидуальный трансфер. Цена таких трансферов начинается от 35 евро на семью 2 плюс 1 и примерно может колебаться до 150 евро. Так как отель специфический и рассчитан на отдых с детьми, то просто взрослым без детей в этом отеле будет не совсем комфортно. Поэтому, чтобы вашим деткам было интересно на отдыхе, в отеле есть огромный детский клуб, который работает с 9 утра до 11 вечера. Естественно, тут есть игровая комната, комната лека, кинотеатр, детский парк, комната для поделок. Бывают тематические дни и даже на приставках тут тоже дети могут поиграть. В общем, в этом детском клубе есть абсолютно все, чтобы родители могли спокойно где-то на территории отеля отдохнуть, в то время, пока дети заняты всеми этими развлечениями. Детская зона, друзья. Смотрите, как она выглядит. Есть горки, есть вот футбольное поле для деток. Вот оно там находится. Смотрите, даже, ну, естественно, качельки есть, стул, столик, стулья. Есть закрытый детский клуб, который находится в помещении. Вот так это все выглядит. Смотрите, вообще супер, потрясающее место для деток. Имеется в виду полностью не только то, которое в помещении, а и то, которое вот находится снаружи. Тут у нас батуты для деток, смотрите. Все в хорошем состоянии. Свеже выглядит все так. Не могу сказать, что оно новое, но в очень эстетическом виде. Что касается водных развлечений в отеле Папилон Бельвиль. Значит, в отеле есть аквапарк для детей, для взрослых детей и для родителей. Работает он по расписанию. В аквапарке есть 8 горок и принимает детей от 120 сантиметров ростом. Ну, а для совсем маленьких деток есть отдельный детский аквапарк. В общем, развлечение есть для детей всех возрастов. Глубина метр сорок в данном бассейне. В бассейне с аквапарком с горками глубина метр двадцать. Смотрите, какие... Ага. С детском и в взрослом. Ну, еще. Это взрослый аквапарк. Смотри, друзья, очень такой вот немаленький аквапарк. Достаточно такие высокие горки. И вот, друзья, для деток аквапарк. Здесь глубина в бассейне сорок сантиметров. И несколько слов по особенностям бассейнов в отеле. Значит, в отеле есть еще три бассейна, кроме тех бассейнов, которые относятся к аквапарку. Просто огроменный плюс всех этих трех бассейнов, это то, что все эти три бассейна имеют подогрев. Что это означает? А то, что ранней весной, либо поздней осенью, когда туристы едут на отдых в Турцию, именно в отель Папеллон Бельвиль, то отель включает подогрев в этих бассейнах. Когда в других отелях подогрева нет, то именно в этом отеле водичка в бассейнах будет теплая. Кроме того, один из этих трех бассейнов рассчитан только для взрослых. То есть туда не пускают детей, и в этом бассейне взрослые могут отдохнуть в спокойной обстановке, без детской суеты, которой переполнен данный отель. Так, друзья, смотрите, я вам сейчас покажу пляж у гостиницы Папеллон Бельвиль. Вот, единственное, что к пляжу мы на пляже выходить не буду, потому что у нас очень ограниченное время. Я вам расскажу. Смотрите, значит, пляжное покрытие, здесь песочек. Ну, очень такой крупнозернистый песок. Дальше у нас небольшая полосочка гальки, которую намывает из моря. Ну и, как нам говорила сотрудница гостиницы, там песочный пляж. Друзья, еще раз говорю, ну, песочный заход. Еще раз говорю, мы не будем выходить на пляж, поэтому надеюсь, что нам сказали всю правду. Ну, а вы в комментариях напишите личное мнение по данному пляжу. Вот, есть у нас дорожки деревянные, чтобы можно было ездить по пляжу с колясками. Есть шезлонги. На шезлонгах матрасов нету. Накрытие нормальное, свежее, эстетически нормально выглядит. Дальше разбираем подробно вопрос питания в отеле. Все основное питание проходит в главном ресторане. Ресторан большой, чистый и аккуратный. Есть закрытая часть и терраса для тех гостей, которые любят кушать на открытом воздухе. Питание хорошее, разнообразное, качественное, ориентированное на европейскую кухню. Поэтому тот, кто боится, что там будут какие-то восточные острости, то есть об этом может не переживать. Хорошее разнообразие, нереальный выбор салатов, овощей, несколько видов мяса. Из морепродуктов, в основном рыба, кальмары. Но чего тут нет, так это каких-то грандиозных изысков, которые бывают в отелях повыше уровня. То есть, если в двух словах, то питание в данном отеле отличное, но без грандиозных изысков. Кроме главного ресторана в отеле есть еще и снэк, и фудкорт. То есть, в течение дня всегда доступно питание, всегда можно перекусить. Также в отеле проводятся тематические вечера, бывает турецкая ночь, рыбный вечер, мексиканский вечер и другие. Кроме этого, в отеле есть два а-ля-карт ресторана. Ресторан а-ля-карт Dolce Vita итальянской кухни и ресторан а-ля-карт дракон дальневосточной кухни. Каждый из этих а-ля-карт ресторанов гости отеля могут посетить по одному разу бесплатно, но только по предварительной резервации. Поэтому, как только вы заселились в отель, сразу идите в службу ГЭСТ и резервируйте себе столик. И несколько слов по особенностям шведского стола и питания в 2020 году. Значит, в 2020 году шведский стол никуда не девается. Просто все блюда, которые предлагаются в ресторане, будут бесконтактными с туристами. Имеется в виду, что будет повар выдавать ту еду, которую турист захочет. То есть, турист говорит, сколько он хочет, и что он хочет, дает в свою тарелочку, и повар насыпает туда еду. Это связано с тем, чтобы предотвратить и уберечь туристов от распространения вируса, который прокатился по всему миру. В общем, с питанием тут все окей. Дальше рассказываю и показываю вам за территорию отеля, а также важный нюанс о номерном фонде. Значит, территория отеля огромная, 90 тысяч квадратных метров. Вся она в зелени, очень красивая, ухоженная, аккуратная. В общем, на территории находиться приятно и комфортно. Но, если вы хотите выйти за территорию отеля и прогуляться там в магазин, либо еще куда-то, то за территорией нет абсолютно никакой инфраструктуры и ничего интересного. Что касается главной особенности номерного фонда, так это то, что в отеле есть номера категории Клаб и которые находятся в главном корпусе. То есть номера категории Супериор. Главных отличий в этих номерах два. Первое отличие это то, что номера Клаб меньше от номеров, которые находятся в главном корпусе. На три человека в номере Клаб будет нормально, а вот уже на четыре человека номер Клаб будет тесноват. Поэтому будет комфортнее в номере, который находится в главном корпусе. второе отличие номера superior которые в главном корпусе как правило всегда на 100 200 евро идут выше в стоимости чем номера club смотрите друзья вот у нас с этой части находятся клубные номера гостиницы папиллон бельвиль они все там зелени в общем все это видео видно а вот с правой стороны находится главный корпус гостиницы папиллон бельвиль вот этот корпус таким вот образом выглядит друзья тут у нас просто номера побольше площади мне очень понравилось это место и если бы все-таки я ехал отдыхать с ребенком я бы думаю что выбрал данную гостиницу потому что здесь и весело для ребенка и достаточно качественная гостиница так друзья сейчас показываю вам номер категории club комфорт то есть которые находятся в клубной части отеля и смотрите какая особенность в нем как я уже раньше говорил для троих человек номер вполне нормально ну то есть площади достаточно но если вы хотите заселиться сюда вчетвером то для четвертого человека идет откидная кровать и когда все кровать сдвигается для того чтобы была возможность открыть кровать для четвертого человека то у номера остается ну совсем мало места и естественно это может быть создавать дискомфорт для некоторых туристов поэтому для кого нужен номер побольше то выбираем в главном корпусе номер супериор но не забывайте что номера в главном корпусе идут дороже на 100 200 евро примерно так естественно есть вот такой вот телевизор чайный набор и вот здесь вот друзья мини-бар смотрите как он укомплектован так друзья тут у нас показываю сейчас вам санузел смотри вот такая вот смотри вот такой вот умывальник естественно вот у нас косметика туалет и душевая кабинка все чистенько ну и естественно номера реновированы эти поэтому все очень свеже выглядит дальше что касается анимации и развлекательных программ как правило всегда в отеле проводятся выступления известных групп агроматические шоу вечерние шоу музыкальные представления игры в бассейны дискотеки на открытом воздухе ежедневные какие-то турниры живая музыка все как правило это проводится единственное что в 2020 году возможно будут какие-то изменения возможно будет не такая грандиозная развлекательная программа и такие феерические шоу возможно не так будут проводиться как это было раньше но анимация есть развлечение есть все равно все будет проводиться только возможно это все будет немножко по-другому также в отеле есть дискотека но как нам сказали как правило на дискотеке практически никого не бывает потому что грубо говоря с 23 24 часов в отеле заканчивается активные развлекательные программы и как правило все идут отдыхать потому что отель еще раз акцентирую ваше внимание рассчитан именно на отдых с детками для того чтобы вашим деткам было просто классно на отдыхе ну в том числе и вам родителям в общем если вы отдыхали в отеле папиллон бельвиль уже отдохнули то есть обязательно в комментариях под этим видео напишите ваши впечатления от анимации развлекательных программ ну и в целом по отель в общем друзья вот так вот выглядит гостиница папиллон бельвиль смотрите все мне понравилось все красиво ухоженно вот очень хорошая концепция для детей для отдыха с детьми поэтому учитывайте этот момент что взрослым возможно будет здесь не сильно комфортно отдыхать но если вы едете сюда с детками то должно вам все понравится в любом случае я вам поделился своим мнением показал вам территорию гостиницы вот что еще могу сказать смотрите значит номерной фонд в здании в основном здании будет побольше размером но номера бунгало будет поменьше но опять за счет того что бунгало ну вернее клад клубные номера находятся в зелени то летом в июле и в августе будет там комфортнее но если что номера поменьше площадью это такой вот один из нюансов которые нужно учитывать когда выбираете номер данной гостиницы в целом возможно где-то может и присутствуют какие-то там сколы или тому подобные царапины смотрите я лично особо такого ничего не заметил но ввиду того что такое есть почти во гостиницах естественно и тут может присутствовать но если даже где-то встретиться то никаким образом на качество отдыха это не влияет на этом все друзья напишите в комментариях под этим видео ваши впечатления от отдыха в данной гостинице если вы здесь отдыхали что вам понравилось что не понравилось напишите это все в комментариях под видео я обязательно почитаю и другим туристам будет полезная дан эта информация ну и не забывайте подписываться на наш канал с помощью которого будете всегда в курсе как путешествовать выгодно и только с положительными впечатлениями и о подарке о котором я говорил в начале этого видео друзья подарю 1000 евро моим подписчикам на отдых в отеле папилон бельгиль 5 звезд информации кто из моих подписчиков получит этот подарок я оставлю моем комментарии внизу под этим видео так что обязательно его почитать на этом все друзья спасибо всем за внимание до новых встреч пока пока